Продолжение следует... Пожалуйста, по ходу задавайте, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Это всегда делает разговор более интересным. Я вижу, для кого-то здесь день, для кого-то вечер, то есть у нас очень разные часовые пояса, друзья мои. Здорово. Итак, современная психология выделяет пять стилей мышления. Сейчас мы их рассмотрим. Прагматический, синтетический, реалистический, идеалистический и аналитический. Поскольку у нас тема аналитический, мы хотя бы немножко сравним, чем оно отличается от других и посмотрим. Прагматический – это когда человек выбирает свое решение, свое действие, исходя из того, что у него есть. Вот есть, я это использую. Не буду искать где-то в другом месте или и так далее. Вот берет и делает. И хорошо. Синтетический – это когда люди пытаются совместить несовместимое в новые комбинации. Ну, например, шаржист. Он видит интересный образ и его так вычурно выделяет, а потому что замечает какие-то вещи и несовместимое вставляет, и мы видим, да, вот что-то такое. Но не обязательно. Это очень творческие люди обычно, которые создают что-то на стыке нескольких направлений. Реалистический. Для людей этого типа реальным является то, что можно потрогать, почувствовать, ощутить, прикоснуться. С одной стороны, это похоже на прагматический, но немножко отличается именно тем, что они доверяют своим личным переживаниям. Вот у меня есть определенные переживания, я узнал, услышал, есть свое мнение, я опираюсь на личный опыт. Идеалистические – это люди творческие, которые фантазируют, у них очень сильная интуиция, но они страдают от того, что не оценивают какие-то вещи, они на своих ошибках вообще не учатся, они могут пострадать. А вот анализировать, а почему у меня не получилось, а что можно изменить, а почему у кого-то получается, что они делают. Вот анализ фактов у них нет. Поэтому у нас есть такой миф о страдающей интеллигенции, которых люди не понимают. Почему? Потому что у них есть идеалистическое видение, не все кстати. У них есть идеалистическое видение, окружающий мир не соответствует этой идеальной картине, и когда что-то не получается, они впадают в депрессию. Часто мы можем заметить среди алкоголиков, людей как раз-таки такого склада, у которого в голове есть великолепная, прекрасная картина, райский мир, а потом в мире они сталкиваются с тем, что не соответствует с их образом. И вместо того, чтобы изменять в своей голове эту картинку, соотнести с реальностью, какими-то вещами, и может быть трансформировать для получения своих целей и решения своих задач, они предпочитают больше страдать. Вот что интересно. И аналитический тип мышления – это когда мы принимаем решение, основываясь на логику, методично, тщательно просматриваем различные варианты, оцениваем опыт не только свой, но и другой, разрабатываем план и стараемся собрать как можно больше информации по поводу того, чтобы сделать нечто, и приступаем к делу, и приступать к делу. И как мы видим, из этих всех типов мышления наиболее перспективное – это всё-таки аналитическое мышление даже в жизни взрослого человека, из людей взрослых. И если мы этому учим детей, то это, конечно же, очень полезно. Касаясь детей, это не единственная система вот этих пять стилей мышления. Есть, например, образное, аналитическое, латеральное, критическое, многомерное. Названий очень много, вы можете запутаться. Но говоря о детях, мы сконцентрируемся на двух – на образном и аналитическом. Почему? Ну, наверное, вот эта картина двухполушарий вам знакома, да? Если знакома в чате, нажмите на огонёчек. Вот левое полушарие и правое – информация о том, что правое полушарие является более творческим, а левое полушарие – оно логическое. Если мы посмотрим, то аналитическое мышление как раз-таки – это включение левого полушария. Давайте посмотрим, что происходит. Дело в том, что когда ребёнок маленький, он рождается, он мир воспринимает правым полушарием, образами. Мы улыбаемся, он понимает, что это хорошо. Он как бы считывает нашу энергетическую информацию. Пытались разобраться, как ребёнок учит языку, как он понимает смыслы. Оказывается, он читает наши мысли, мы одновременно со словом передаём некий образ. И этот образ в его голове считывается. Это можно назвать эмпатией, телепатией, как хотите, но явление вот такое. И благодаря этому они складывают образ, который видят в своей голове и воспринимают зеркальными, кстати, нейронами, прикладывают к слову, который слушают. И таким образом идёт понимание смыслов языковых слов, смыслов слов, а потом уже речь. Правое полушарие отвечает за одновременность. Вы, наверное, замечали, вы работаете с детьми, иногда, даже если в YouTube включить, бывает, что включает маленький ребёнок, двух-трёх лет смотрит, видео там что-то делают, танцуют или что-то. И он тут же в точности повторяет все эти движения. А уже в 6-7 лет вы ребёнка включите, он не может повторить. Почему? Потому что образное мышление уступает, даёт аналитическому. И здесь нужно уже ребёнку каждое движение отдельно показывать. Не одновременно целиком весь танец передать образ, а показывать левая рука туда, правая рука туда, взгляд повернули сюда, посчитали раз, два, три и так далее. Когда мы пытаемся упорядочить действия ребёнка, уже выходим из спонтанности, тогда уже как раз-таки и включается логическое мышление, логика. В правом полушарии, это в образном, у нас есть мечты. Дети очень много мечтают, воображают. Для них всё едино. А уже к 5-6 годам начинает включаться левое полушарие. Для чего это делается? Во-первых, последовательность. Что такое последовательность? Слово состоит из букв. Поменяй последовательность букв, или будет белиберта, или другое слово совсем с другим значением. То есть последовательность имеет значение. И вот для правого полушария это не важно. А вот чтобы глаза видели буквы в нужном порядке и выделили их в слово, нужно вот это как раз-то аналитическое, ещё его называют линейное мышление. Когда мы идём по линии, символы, что такое символы? Это ноты, это те же самые буквы, цифры, которые мы разучиваем. Речь наша состоит из логопедического развития, вот то, что мы говорим, язык произносит. Оно состоит из речевых модулей, которые сливаются в единое предложение, в единую мысль. И для этого нужно развитие левого полушария. Но очень важно, чтобы при развитии левого полушария мы не забывали о правом, об образном мышлении. Потому что школа, в дальнейшем дети пойдут в школу, школа наша современная настроена таким образом, что забивает, заглушает образное мышление. И дети теряют своё творчество, теряют это абстрактное видение, воображение, мечтательность. Вот сейчас спрошу вас, мечтаете ли вы сейчас? Многие скажут, когда я в последний раз мечтала, и они могут вспомнить, а когда это было? Почему? Потому что левая логическая сказала, так, всё, хватит быть мечтателем, мы реалисты. Будем опираться на реальные факты и наши возможности. Иначе будет больно, если мечта не реализуется. То есть включается защитный механизм, и мы отключаем правое полушарие. Но тогда жизнь становится скучной и неинтересной. Вот в чём главный вопрос. Да, мечтаю, но это здорово. И видите, в середине, внизу выделен такой овальчик. Это я выделила мозжечок. Что такое мозжечок? Дело в том, что у нас эти левые и правые полушария работают в идеале, работают вместе. Если мы не заглушаемся, а доверяем их, то они вместе начинают работать более результативно и более интересно. И именно в садике делают различные упражнения, дают детям, чтобы развивать оба полушария. Например, занятие музыкой помогает, игра на каком-нибудь инструменте. Почему? Потому что у нас левой рукой управляет правое полушарие, а правой рукой левое полушарие. В итоге, когда мы работаем двумя руками и делаем несбалансированные действия, мозг включается, и этот мозжечок развивается. Это следующее. Если посмотрите по этапам развития мышления, с одного до тридцать лет, пока дети не владеют языком, они контактируют с окружающими предметами. У них мышление наглядно действенное. Они могут попросить у мамы водичку, взяв просто стакан и говорим, вот, вот, дай, да, не дай водичку или что-то, а короткими такими фразами. К трём годикам некоторые уже довольно хорошо-то и общаются. Дальше идёт наглядно-образные, именно в это время сказки, которые мы рассказываем, для них существуют воображаемые реальности, вполне реальные. История про Деда Мороза, некоторые 10 до 10-11 лет верят в Деда Мороза, и она абсолютно реальная для них, реалистичная, это никакая не фантазия. Дальше идёт словесно-логическое, как раз 6-7 лет, когда мы начинаем размышлять при помощи слов, а не абстрактных образов. И когда приходит... Когда приходит вот это время обучения в школе, как раз-таки начинает развиваться словесно-логическое мышление. Я читаю, Майя Стоянова, у меня 50, и я тоже верю в Деда Мороза. Здорово, на это прекрасно. Значит, вы сохранили баланс левого и правого полушария образного и аналитического мышления. Друзья, в чём ценность аналитического мышления? Сейчас мы дальше посмотрим инструменты, каким образом можно его развивать. Люди, у которых развито аналитическое мышление, они склонны быстрее принимать обдуманные решения, не просто решения, потому что быстро принимаются обычно не обдуманные решения. А вот обдумать и решить – это уже другое. Строить планы и прогнозы, анализировать прошлый опыт, и в итоге это, конечно же, сказывается на эффективности деятельности таких людей, которые используют именно аналитическое мышление. И если мы посмотрим в таблицу, сравнивая аналитическое и образное, то смотрите, аналитическое, линейное, образное – это объёмное. Линейное нам нужно для упорядочения каких-то вещей. Мы большое дробим на части, чтобы глубже его изучить. Это упорядоченное, аналитическое, а образное, когда уже структурированное. Смотрите, это уже следующий этап. Дети пока структуру не очень-то и видят. Структурированное мышление приходит позже, когда накоплен некий опыт аналитического мышления. Смотрите, аналитическое мышление развивает, развиваясь, даёт толчок к тому, чтобы развивалось образное мышление. То есть вот это понятие мозжечка, связующего звена между обоими полушариями, имеет огромное значение. То есть мы вначале упорядочим, набираем систему, а потом какую-то информацию, а потом образное мышление их структурируют в виде там таблиц, диаграмм и так далее. Аналитическое идёт от частного к общему. Он посмотрел, ну, ребёнок, например, для него темно – это ночь. Он говорит – ночь. А дальше уже от общего мы идём к тому, что темно может быть вечером, ночью и утром. А светло может быть утром, днём и вечером. То есть не то, что вот если светло – значит день, если темно, то уже ночь. И иногда включение искусственного света, лампочки может тоже для детей. Значит, ну, если светло в комнате – значит день. Но это ещё не день. Углубление внутрь. Аналитическое мышление смотрит, что внутри, а образное смотрит, что вовне, как можно влиять вовне, как окружение какое. У аналитического мышления – это однозначные формулировки, а образного – многозначные, вариативные. Каждая формулировка может расширяться. Одно исследует микромер, другое – макро. Если аналитический тип мышления опирается на факты, то образное к фактам прибавляет ещё и контекст. Вот это очень важно. То есть некая деталь в контексте может поменять свою мысль. Возможно ли у детей сразу улучшить мышление? Смотрите, сейчас очень сильно работают с детьми, и есть большие сдвиги как раз над мышлением и работают. И именно с детьми-аутистами работа идёт на нескольких уровнях. Есть такая теория, что часть расстройств зависит от кишечника, то есть от еды, которой дети питаются. Поэтому им выстраивают специальный рацион для того, чтобы поменялся внутренний химический состав. То есть чтобы кишечник вырабатывал другие вещи. И плюс дополнительные упражнения, которые сейчас разработка в этой стране идёт очень сильно. И самое интересное, что работа с детьми, у которых проблемы, лёгкое отставание и так далее, привело к тому, что такие дети иногда обгоняли вполне здоровых детей. Благодаря чему? Благодаря тому, что в них усиливается сила воли, дисциплина и трудолюбие. Когда ребёнок многократно повторяет какие-то действия. Обычно дети, у которых всё хорошо получается, они говорят, зачем мне повторять. А здесь они повторяют, повторяют и приучаются к этому. Так, традиционная китайская медицина связала связь между кишечником. Да, установила ещё 4 тысячи лет назад. Есть очень много всяких таких вещей. То есть вы можете изучить это питание. Я сейчас забыла, как название, но есть этот вопрос. Смотрите, перед нами куб. Ну, не квадратный параллелепипед или как называется. Фигура объёмная. Она состоит из сторон, из плоскостей. Плоскости горизонтальные и вертикальные создали объёмную фигуру. И каждая плоскость имеет линии, состоит из линий, периметра. И на каждой линии есть точечки. То есть смотрите, что мы делаем. Мы объёмное дробим на части, а потом его разбираем. При связи двух плоскостей мы получаем углы. То есть аналитическое мышление, это когда мы берём вот эту фигуру, делим его на части и каждую изучаем в отдельности. Это идёт обогащение. То есть получается, что суть, аналитического мышления, линейного мышления, это в том, чтобы раздробить всё на мельной части и глубоко изучить. Для этого он использует два метода, два процесса. Это творческий, это поиск информации и новые знания. И формальный, когда мы анализируем, синтетизируем и выделяем, делаем выводы. И сейчас мы как раз таки перейдём к практическим моментам. Первый этап – это сбор информации. Для того, чтобы анализировать чем-то, надо что-то собрать. Мы идём к врачу, мы сдаём анализ. Пока нет материала, какого-то биологического, доктор не может сделать анализ и сделать выводы, исходя из анализа. То есть анализ – это какой-то промежуточный этап, но до этого должен быть некий сбор информации. Как мы делаем? Вначале мы распознаём. Вот это круг, вот это квадрат, это камень, это листик, это дерево, это стол. И чтобы распознавать, мы даём каждому из них название. Логическое мышление начинается с того, что мы даём название, номинирование. Действия имеют название, бегать, прыгать, складывать, вычитать. Это название действий. Предметы имеют название, цвета имеют название, количество имеет название, это цифры. И дальше мы эту информацию накапливаем. У нас накапливается образ треугольника. Давайте посмотрим. Пирамиды треугольные, треугольные. Смотрим на камешки. Вот эта сторона, она похожа на треугольник. Смотрим на листики. Какие-то листики, какие-то части, похожи на часть треугольника. Не полностью треугольник, а на часть треугольника. А потом выделяем округлые формы. Пирамида вот так, она треугольная, а если посмотреть сверху, то она округлая. Мы берём эти детали. Дальше мы накапливаем название цветов. Образы цветов в голове и их название. Дальше накапливаются структуры, какие-то камни. У них есть вес, у них есть цвет, у них есть поверхность, шероховатость или что-то. Листья. Это тоже разные узоры, разные цвета. И мы накапливаем некий материал. Этот материал для ребёнка должен быть ощутимым, видимым. И хорошо, если он не может его потрогать, взять в руки. Второй элемент – это формальный, второй этап – это сортировка, когда мы начинаем сортировать. Дальше. Анализ, практика и творческое преображение. Сейчас подробнее к этому. Как мы сортируем? Вот здесь у нас блоки Денеша. По размеру, к примеру. Почему он придумал именно то, что мы можем здесь, во-первых, сортировать. По размеру, по форме, по цвету. Мы можем выделить количество, чего больше, чего меньше. По весу, по структуре, по времени. Времени – это в каком смысле, какую фигуру можно быстрее собрать, что позже. В данном случае не обязательно именно с этим конструктором по времени, но и мы иногда сортируем действия наши. Утром что мы делаем? Мы умываемся, одеваемся, идем в садик. А вечером что мы делаем? Сортировка по времени. Вечером мы возвращаемся из садика домой, переодеваемся, умываемся, раздеваемся, ложимся спать. То есть действия разные. Есть промежуток, определенный порядок действий. Это тоже сортировка поведенческих действий. Следующая – это сортировка по форме, величине и цвету. То есть мы можем, например, здесь вот такие палочки Кюзенера и вот такие кружочки разных, не обязательно именно этих, может быть огромное количество. То есть вначале дети берут, сортируют по величине, потом по цвету вставляют и вы можете с ними играть в разные игры. У меня к вам такая рекомендация, пожелание. Когда вы только детям открываете новую игру, такой набор, не пытайтесь сразу рассказать, как им надо поработать. дайте, откройте и скажите, ой, я сейчас две минуты отойду, как будто занимаетесь чем-то. Вы пока поиграйте. Почему? Потому что мы иногда задавливаем детей своими мышлениями, своими правилами и у них не открывается это творческое. Дальше, как вы показали, они уже только так и играют. Фантазис закрывается, потому что взрослый – это авторитет. Он показал и делает ребенок так. А пока нету взрослого вот этого направления, они берут и по-своему начинают играть. Вы просто наблюдайте, что они делают. И это может оказаться даже очень интересно. И точно так же, после того, как вы сделали свои игровые, спланированные какие-то упражнения, оставьте их еще минут на 10-15, чтобы дети сами что-то делали. Это очень важно. Почему? Потому что творческое мышление, чтобы вот эта спонтанность детская не ушла. Как мы сказали, чтобы логическое мышление не задавило творческое. Мне интересно, вы замечали, что как только ребенку показали какую-то игру, он больше с этими фигурками по-другому не играл. А только таким образом. Так, Юлия Щемельева спрашивала, что только ли у нее порывистый звук. Друзья, напишите в чате прерывистый. Так это или нет. И... А, все нормально. Значит, вы можете просто перезайти, обновить страницу еще разочек. Спасибо, коллеги, что помогли. Идем дальше. Так. Так. У нас презентация не хочет двигаться. Вот. Есть еще... Перевернулся. Вот так. Есть еще шнуровки. Здесь, например, чему мы можем научить? Мы предлагаем, каждый раз мы давая какое-то упражнение, мы его усложняем. Несколько раз они берут и выставляют по схеме. Есть определенные схемки, и по схеме они собирают. А потом вы можете эти схемы поменять, можете чередовать, чтобы основные, вот верхние, например, в треугольниках есть точки внизу, дырочки, и наверху. Они могут наверху собрать, могут внизу, а могут по-другому. А если ребенок играет только свои игры по своим правилам, как быть? Пока наблюдать за ним, и в какое-то время он сам придет к вам. Когда он увидит, что другим детям интересно, он придет. Сейчас заставлять его делать то, что все другие... Возможно, это очень сильная творческая личность, и у нее такой запас своих игр. Иногда можно посмотреть и поиграть с ним вместе в его же игры. Это может быть даже очень интересно. Понаблюдайте. А если проявится какая-то болезненность, что это ребенок боится общаться с другими, и сильная упертость, то можно немножко и с психологом просмотреть эти варианты. Так что, может быть, есть какая-то проблема, а может нет проблем. Просто особенность личности, которые сильно креативные. И следующий этап – это творческое преображение. То есть, когда мы взяли нечто, вот эти фигурки, мы вначале что сделали? Мы его отсортировали. После того, как мы отсортировали, мы выделили какие-то качества. А потом мы говорим, а давай посмотрим, что из этого можно сделать. Вот здесь из камешков мы сделали разные вещи. То же самое можно сделать из любого игрового набора. Если мы отдаем детям, то они проявляют такое творческое воображение. Можно потом смешать два набора. И очень важно в конце сказать детям, а теперь вот здесь в этот набор возвращаем эти фигурки, а туда вот эти из этого набора. Дети прекрасно помнят, в каком наборе что было. Они соображают и будут помогать вам. И даже вы берете и говорите, так, а это из какой коробки? Это сюда или сюда? Они скажут, вот сюда. Ой, ребята, помогите. И они начинают уже вам помогать, давать. Это вроде бы в игровой форме, но уже идет анализ, структурирование, сортировка. Мы сделали сортировку. Мы делаем сортировку по величине, что большое, что маленькое. И можно здесь, например, научить каким-то важным моментам. Например, делая вот эту фигурку, рыбку, что мы делаем? Мы вначале как бы делаем, планируем, потом делаем контуры, может быть, на песочке, если это делается, да, карандашиком или чем-то выделяем форму. То есть это уже спланирование. Мы внутри увидели образ. Это первый этап. Дальше вставляются крупные камешки. И мы можем видеть, какой камень подойдет для того, чтобы сделать головку, какой для чего-то. Вставляются крупные, а потом мелкие. Для чего это важно? В жизни, когда мы занимаемся тайм-менеджментом или чем-то, нам важно в первую очередь сделать, запомнить о важных вещах, а потом уже делать какие-то мелочи, какие-то маленькие, второстепенные, или те, которые по времени занимают меньшее значение. Поэтому мы говорим, а почему? Потому что он большой, он значимый, он тяжелый, он крупный. И выделяя такие формы, мы опосредованно влияем на мышление ребенка. Потому что что такое арт-терапия? Это когда мы делаем творчество, в творчестве делаем какие-то функции, и эти функции накладывают на наше мышление. Был опыт, наверное, вы знаете, с банкой, когда педагог ученикам сказал, запомните эту банку, вот здесь камни, большие камни, мелкие, песок и вода, запомните эту банку. Студенты пытались и не могли. И тогда он в конце пришел, вначале забросил крупные камни, потом помельче, песок и в самом конце вода. И тогда все поместилось в банки. А если мы вначале, и говорят точно так же ваш день, если вы вначале делаете значимые вещи, а потом остальное время заполняете мелкими, то вы все успеваете. Если же вы вначале пытаетесь избавиться от мелких, то вашим крупным не остается ни сил, ни энергии, ни времени. И вот такую аналогию, оно повторяется в разных сферах. В значимых выборе каких-то действий ежедневных, в выборе, например, в отношениях с людьми, какие качества мы берем, цены вначале значимые, а потом мелкие. И вот порядок таких действий, вначале крупные, а потом мелкие, помогают очень сильно выстроить некую систему. И важно, конечно, этапы планирования. Покажите детям этапы планирования. Например, мы можем взять, обычно что мы делаем? Мы с пластилиной лепим, да? Берем печатные листы, поставили, ребята, давайте сейчас делаем. Вот на этом, по этой фигурке распечатанной, мы размазываем пластилина, потом будем что-то делать. А что, если вначале детям предложить, а давайте выберем, как вы думаете, что подойдет? И мы начинаем с ними анализировать. Вот этот цвет подойдет для этого, или лучше эту рыбку вот этим сделать? Идет анализ. А почему? Потому что аналитическое мышление отвечает на такие вопросы, как почему и как. Как достигнуть желаемой цели? А почему так получилось? А почему нужно это сделать в первую очередь, потом нечто другое? Дальше идет активация творческого потенциала. Вот то, что я говорила, новую игру давайте детям без объяснений. И наблюдайте, что они с ними делают. Закончив работу, опять оставьте игру на какое-то время, чтобы дети сами делали что-то. И самостоятельная игра всегда лучше помогает распознавать свойства составных деталей. Вот мы объяснили, это так, это так. Ребенок делает только по нашему направлению. Но он сам может ничего не усвоить. А вот когда он остается с этой игрушкой один на один, в его голове эта информация вертится. И он это берет, так крутит, эти палочки, да, или какие-то фигурки, вставляет, их перемешивает, делает какие-то конструкции. И вот в это время у них идет как раз таки анализ этих вещей. Если мы смотрим, то здесь идет анализ вещей, вот этих, с помощью личностного опыта, тактильных ощущений. И задача не украсть у детей их многомерности, творческую фантазию. И вот когда мы даем им поиграть еще, вот, у них создается некая своя идеалистическая картина. Смотрите, какая выразительная, интересная картина. Можно подразумевать очень много вещей. Но они состоят из простых фигур. Есть точки, которые светятся, есть линии, которые объединяются в простые треугольники, геометрические фигуры, что-то, где-то луч, а где-то треугольник. В итоге они создают там какой-то шестиугольник, многоугольник, а в объеме образуется некое объемное. У детей, как мы сказали, в начале от рождения идет объемное мышление. И лишь потом уже включается вот это линейное мышление, аналитическое. И когда мы рассказываем какие-то сказки, вот в сказках они фантазируют. И мы начинаем задавать некие вопросы конкретно. А что чувствует? А что думает герой? Вот это идет уже. Мы выделяем одного героя из контекста и анализируем его. Идет аналитическое мышление, которое помогает для чего? Для того, чтобы он научился коммуницировать. А какие действия помогают, какие мешают? Каким образом можно что-то сделать, а каким-то образом нельзя? И вот эта многомерность очень важна. Она изначально есть в детях. И мы помогаем этому сохраниться. И здесь идет на первый план такое понятие, как амплификация. То есть мы начинаем ребенка развивать многомерно и давая какой-то материал, например, треугольник. Мы изучаем его как геометрическая фигура. Потом смотрим, что есть похожее в комнате на треугольник. Мне начинают искать. Потом мы показываем какие-то буквы. Посмотрите, в какой букве есть элемент треугольника. Они видят, буква А – это треугольник такой же, поменьше, побольше. А если одну сторону убрать, то получается угол. Но это ветки деревьев, когда они срастаются, растения, и мы тоже видим треугольную форму. И изучение вот этих форм, когда мы не пытаемся быстрее из треугольника перекинуться на квадрат, параллепипед и так далее. Нет, мы не торопимся. Мы идем в горизонтальное расширение. Не вертикальное, быстрее, выше. Это качество спорта. Например, в искусстве и в творчестве более значимые такие понятия, как лёгкость, как чувство эмоции, как выражение мысли. И здесь как раз-то вот это, что здесь у нас было? Многомерность. Многомерность появляется, когда у нас есть чувство, у нас есть чувственное восприятие, у нас есть умственное представление, у нас есть телесные ощущения. И, конечно же, у нас есть возможность всё это передать словами, потому что слова – это тоже логические конструкции, которые позволяют передать в сети ощущения. То есть если ощущение – это восприятие, то слова помогают вывести от себя, уже презентовать. Здесь мы используем амплификацию, и оно помогает развивать именно аналитическое мышление. Смотрите, потенциал развития у детей такой. Сессорика. Если мы ведём сессорику – это ощущение, то мы развиваем слух. Слух – это при помощи звуков различных, это музыка, это то, что они занимаются, зрение, обоняние, вкус, кинестетика, ощущения телом и вестибулярный аппарат. Как это всё делать, мы чуть позже посмотрим. Следующий потенциал развития – это моторика. Мелкая моторика мы работаем руками. Крупная, когда пальцами, да, мелкая, пишут, лепят и так далее. Чтобы научиться писать, нужно вот научиться развивать мелкую моторику. Но чтобы мелкая моторика развивалась, нужно, чтобы развивалась ещё и крупная моторика, чтобы руки могли спокойно действовать, двигаться от кистей, от плеч. Активность всего тела, а это необходимо, потому что кинезиология показывает, что и нейропсихология, что развитие мозга идёт через телесную активность, и мимика, и жесты. Самую большую информативную информацию мы понимаем по жестам и по мимике человека, когда мы с ним общаемся. И коммуникация, она бывает вербальная, невербальная, символическая и знаковая. Знаковая, когда мы пишем, и символическая, когда мы, ну, например, мы голосом, словами говорим одно, но вот есть какая некая интонация, интонация показывает. Да, я, конечно, дружу с тобой, я тебе друг, но есть какие-то, вот это даёт некие символы, некое понимание, что есть ещё что-то другое. Символическое – это ещё и когда мы рисуем, рисуем творчеством, каким-то образом передаём наши мысли. коммуникация, она двухсторонняя. Передача и принятие информации. Потенциал творческого преображения. Смотрите, следующий этап аналитического мышления, когда мы уже проанализировали нечто, и уже мы это трансформируем. Мы услышали слова. Эти слова мы перевели в предложения, стихи, мы можем театрализацию показывать, сказки рассказывать. И здесь преображается, идёт творческое преображение. Причём в сказке для изображения мы можем использовать какие-то вещи, которые мы сделали своими же руками. То есть мы нарисовали нечто, мы можем нарисовать, например, на большом листике забор, на листе, и уже сделать театральную инсценировку, и показываем, ой, это забор. Или поставили какие-то палочки, куклы у нас на столе ходят, вот эти палочки Дениши, Кюзинеры и так далее. В общем, дети начинают играть куклами, представлять какую-то сказку. Театрализация кукольная, да, и получается, что они какими-то вещами изобразили и сыграли. То есть идёт и представление, и развитие творческое преображение. Музыка. Музыка что делает? Есть инструментальное исполнительство. Я как сказала, когда ребёнок играет на каком-то инструменте, то у него работают обе руки. И работа с обоими руками позволяет развиваться мозжечку и иметь одновременно и аналитическое, и творческое мышление. Вначале я вам показала, каким образом одно способствует другому. Вначале было творческое мышление, мышление, чтобы собрать некое количество слов, чтобы дети понимали слова и смыслы. Дальше появилось логическое мышление, которое эти слова преобразовало в предложение. Мы смысловые какие-то элементы начало собирать, а потом уже творческое мышление начало их каким-то образом структурировать после того, как сделать будет анализ. И таким образом они между собой, левое, правое полушария, периодически сталкиваются. И когда мы занимаемся исполнительским творчеством в музыке или руками что-то делаем, то мы как раз включаем вот эту передачу информации. Отсюда вот я услышала информацию, оно пошло туда. Мы увидели треугольник, это одно. Я нарисовала этот треугольник. Хорошо. Мы рисуем правшей правой рукой или левой. А если мы возьмем этот треугольник двумя руками нарисуем, что мы сделали? Мы включили оба полушария. Я вначале образно в воздухе нарисую не мелкой моторикой, а использую крупную моторику. И здесь что я сделала? Я запустила оба механизма, поэтому, например, в образовательной кинезиологии есть такое упражнение, как двумя руками делать синхронные упражнения. И это вот через тело, говорили, да, идет развитие мозга. Мы развиваем аналитическое мышление с помощью этого действия. И к тому же, что такое треугольник? Треугольник – это фигура, но которая накладывается на что-то уже знакомое. В начале мы видели это где-то, мы видели елочку, мы видели пирамидку треугольную, мы видели круг что-то. И на нуле ничего не происходит. Происходит нечто, что-то связывается с тем, что уже знакомо. Уже знакомо. И дальше песенное исполнительство, когда дети начинают петь. идет координирование своего тела. Они дышат, они начинают дышать и координировать свой собственный аппарат, свое тело. И еще помогает, конечно же, слушание музыки. Слушание музыки может сочетаться с какими-то другими вещами. Ну, танец – это запросто. Рисование, лепка или коллаж – творческое изобразительное средство, которое мы делаем, и мы можем включить тут же музыку. Телесное преображение – это танец, это пантомима, пародирование, когда мы в качестве инструмента используем наше тело. И музыка преображается в танец. И танец передает характеры. А чтобы понимать характеры, мы дифференцируем. Это мальчик, это девочка. Это движение влево, это движение вправо. И дети, идя в школу, должны знать, что такое лево, что такое право. Что такое три шага вперед и три шага назад. Потому что в клетке, по математике, пропустить три клетки и начать писать. После домашнего задания, да, после задания, когда пишем домашнее или классное, пропускаем одну строчку, две строчки. Вот это понимание, прежде чем ребенка будет на плоскости различать и в логическом, он начинает развивать в танце. Когда делает два шага вперед, три шага назад, повернули налево, сделали туда, сделали сюда. И вот эти пространственные мышления, это еще и называют, начинаются именно здесь. Пародирование превосходно помогает, потому что вначале ребенок пародирует, копирует кого-что, и потом из этого берет свой личный опыт что-то, а что-то оставляет. Дорогие слушатели, вижу ваши огонечки. Тема заинтересовала. Здорово. Осталось еще чуть-чуть. Произвольное внимание это важный компонент к подготовке в школе. Почему? Потому что важно не то, что вот вдруг интересно, а школа требует произвольное внимание, когда я силой воли, включаю силу воли, чтобы обратить внимание на что-то. Не то, что там птичка полетела, вот залаяла и отвлекся, а я сконцентрированно, слушаю вот это, потому что это мой личный выбор. И здесь помогают, например, вот такие лабиринты, когда можно сделать. И очень интересно, вот конкретно этот лабиринт мне чем понравился. Здесь не один выход, а несколько. Когда мы говорим, а давай посмотрим, а есть ли второй вариант, а есть ли третий вариант, и он берет, может разноцветными карандашиками выбрать несколько вариантов. И эта вариативность показывает, что в жизни есть не одно решение, а много решений. Да, шахматы тоже помогают, шахматы, шашки. Активные игры на развитие произвольного внимания. Это лабиринты иногда, бег, игра с мячом, бадминтон и теннис. Почему? Потому что мы отдаем, и нужно сконцентрировать внимание, чтобы поймать. Бросили мяч и поймали. Направили движение. Но чтобы его поймать, надо, конечно же, внимание. Скакалка. Особенно, когда с двух сторон крутит, а дети по очереди прыгают. При отсутствии внимания и координации ребенок не попадает вот в эту струю и выбывает. А развивая вот это упражнение, мы включаем его произвольное внимание. Он начинает считать ритм, темп, свою скорость. Очень интересная игра жмурки, когда закрыты глаза и пытаются по звуку определить. То есть мы включаем другие ощущения. Глаза закрыты и начинают телом чувствоваться, ушами слышать. Включается вот это. Помогает эстапета. Когда один побежал, должен вернуться и второй следит, когда он придет, вот он даст руку, ударит, сделать сигнал и продолжит следующее. Вот эстапета тоже превосходно помогает развитию произвольного внимания. Танцы, потому что в паре часто играют групповые. И любые дыхательные упражнения. Вот жмурки дети любят. Вообще вот эти простые игры, мы же учим детей с помощью игр. Казалось бы, без тетради, без этого всего, но развитие идет через тело. То есть не обязательно детей обучать через книги, тетради, какие-то вещи, а с помощью активных игр. И здесь тело развивается значительно лучше. Игры на развитии вестибулярного аппарата и развитии чувствования своего тела. Вот здесь такие, сейчас очень много этих веревочных каких-то каруселей, конструкций, они прекрасны, потому что ребенок поднимается, и оно не устойчивое, оно качается. И ребенок учится к изменчивому миру, потому что мир сейчас очень сильно меняется. А еще, если он еще и крутится, он пристраивается телом. И этот опыт, пристройство к обстоятельствам, уже перетекает на другие сферы жизни. Он пристраивается, если приходится менять в дальнейшем уже, скажем, профессию, место работы, другой город и так далее. Кувырки на ковре через голову, в бок и так далее. Вот эти все кувырки помогают чувствовать свое тело. Ползание через мешок. Эти трубы или мешки, они излезают и выходят оттуда, когда они видны, и они ориентируются на свои движения. Вообще-то мы весь мир в основном воспринимаем глазами. И когда мы закрываем доступ к свету, к видению, к глазам, мы начинаем включать другие чувства. Вот это очень важный такой момент. И почему же мурки нравятся? Потому что наконец-то есть возможность слышать ушами, чувствовать тело. А есть еще и такое. Касается спина, догадайся, кто это коснулся. Или пальцами. Два пальца, три пальца. А сколько пальцев было? Тут не важно, даже сколько. А вот это желание прислушаться, почувствовать свое тело. Послушать и почувствовать. Хождение босиком по рельефной поверхности. Не только там камешки разные. Сейчас есть эти дорожки. Раньше просто дети бегали во дворе на земле, и этого было достаточно. А сейчас делают специальные конструкции. Лазание вот на канатной лестнице конструкции. Хождение по бордюру. Когда рядом с тротуаром бордюр или какое-то бревно 10-15 сантиметров выше, ребенок не упадет, ничего опасного не будет. Но вот это чувство адреналина, координировать движение, чтобы пройтись по бордюру и не упасть. Это и чувство опыт победы. Я смог, я смог. Вот каждый раз, когда ребенок чувствует, что я смог, это очень сильная эмоциональная подоплека на дальнейшее развитие. Классики мелком начертили и давайте прыгают. Там упорядоченные действия превосходно. Раз порядок, два порядок, три, четыре. А аналитическое мышление, как мы посмотрели, это упорядочивание, это упорядочивание. Извините, уже заговаривайте. Прыжки на одной ноге, когда уточка ходит или ползание по-пластунски. Ползание по-пластунски вообще великолепное упражнение, потому что позволяет работать всему телу, все мышцы начинают работать. Давайте поиграем в разведчиков или в охотников, наблюдаем за какими-то животными, которые прилетели и воображение включаем. То есть не просто давайте пойдем по-пластунски. Это дети мне интересно, а я не хочу. Я не хочу ползать, мне не интересно. А вот если мы включаем, уже знакомо образное мышление, что мы пришли и наблюдаем. Вот можно включить Прокофьева балет Петя и Волк, и там есть минуты, когда приходит кошка, а все затаились и наблюдают, а что там будет. Вот изобразить там Волк пришел или кто-то под музыку и попытаться походить. Ритм есть, музыка есть, ощущение тела есть, и все идет в игровой форме, дети развиваются. Ну что же, друзья, товарищи, на этом я завершила. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием отвечу на них. Кстати, здесь вы видите мою ссылку в группу ВКонтакте и QR-код тоже моя группа ВКонтакте, моя страница. Если у вас возникнут какие-то вопросы, то, пожалуйста, можете обратиться и позже ко мне напрямую, а так отвечу прямо здесь. Включение театра. Вообще театр это превосходная вещь. можно театром заниматься. Театральное искусство дает, смотрите, две важные вещи. Много разных вещей, не две. Кроме того, что разговаривать, двигаться, еще и контакт. Обучайте в театре детям контактировать, слушать, последовательность. услышали, ответили, обратили внимание, поиграли в эмоции с одной эмоцией, потом с другой эмоцией. И как мы на это отвечаем, а как еще можно? Вот таким образом мы уже работаем в театре. благодарю вас, коллеги. Ну, что же, вижу, вопросов нет, я вижу ваши благодарности великолепно. Ну, что ж, тогда я прощаюсь с вами. И до свидания, коллеги. Сейчас вам расскажут, как можно приобрести сертификаты, которые вы заработали. Все, до свидания. До новых встреч.